Подходит к концу еще один непростой год, а значит пришло время поговорить про самое интересное и актуальное компьютерное железо в уходящем 22-м. Победила ли AMD Nvidia в видеокартах? Что лучше Ryzen 7000 или Core 13-го поколения? Актуальны ли АМ4 и LGA1200? На связи МК, подводим тех на итоги и выбираем лучшее железо 22-го года. Поехали! И начнем… нет не с новинок, а с бодрых старичков. Речь не про Xeon и раскрывателей потенциалов UFX, а о сокетах iM4 и LGA1200. Формально они уже устарели. И AMD, и Intel активно продают им замины, Ryzen 7000 и Core 13-го поколения без проблем можно найти в России и тем более на Али. Но все упирается в цены. Мало кто будет брать свежие Ryzen 7000, если аналогичные по ядрам Ryzen 5000 стоят в полтора раза дешевле. А если еще вспомнить стоимость хороших плат под iM5 или LGA1700, так вообще желание брать новинки пропадает. Так решили даже немцы, у которых по свежей статистике процессоры Ryzen 5000 продаются в четыре раза лучше новинок. Поэтому возникает немаловажный вопрос – что выбрать? Да, платформа iM4 дешевая, а LGA1200 еще дешевле, четырехъядерную замену легендарному i7-7700K можно найти дешевле 5000 рублей. Но долго ли они еще будут актуальными? Например, для игр? С AMD ответ прост – текущее поколение консолей базируется на слегка урезанном по частотам восьмиядерном Ryzen 7 3700X. А значит, с поправкой на Windows того же восьмиядерного Ryzen 7 5700X хватит вплоть до выхода PlayStation 6 году эдак в 27-м. Да, вполне возможно, что к тому времени это будет гейминг в 30 фпс, но ведь и самой платформе iM4 на тот момент будет больше десяти лет. А с учетом того, что под нее есть и двенадцати и даже шестнадцати ядерные камни, а игры все лучше используют много поток, с актуальностью iM4 на ближайшие лет пять все очевидно. А что там по LJ1200? Многим в этой платформе нравится порог входа. Нередко комплекты с простой платой на Edge 410 с четырехядерным Core i3 с шестнадцатью гигами оперативки можно собрать дешевле пятнадцати тысяч, и такой сетап все еще неплохо тянет современные игры, особенно если не накручивать процессорозависимые настройки. Да и шестиядерный 10400F стоит немногим дороже, и к нему у любых проектов нет вообще никаких вопросов. Но в будущем вас ждут проблемы с апгрейдом. Младшие платы четырехсотой серии не поддерживают решение одиннадцатого поколения, да и с последним не все так однозначно. Rocket Lake были по сути затычкой перед выходом разнояйцевых Elder Lake. И у восьмиядерных Core i7 и тем более i9 есть большие проблемы с аппетитом. Так что ставить их на дешевые платы – плохая идея. Получается, дешевая сборка на LGA 1200 будет тупиковой, и ее реальный потолок – это восьмиядерный Core i7 десятого поколения. А с учетом того, что фактически это старый добрый Skylake с уже не самой лучшей производительностью на Герц, Ryzen 5000 выходит в этом споре победителем. Если вам хочется в 23-м году собрать хороший ПК на Intel с запасом на будущее, придется смотреть на платформу LGA 1700, которая вышла дюже хорошей. Посудите сами – базовые четырехъядерные i3-12100 и шестиядерный i5-12400 вышли холодными и дешевыми, и поддержку DDR4 имеют, а последний еще и способен RTX 3080 тянуть наравне с более мощным i7, i9 и топовым Ryzen 5000. Платы под Elder Lake за год тоже подешевели, и тут нет никаких проблем с апгрейдом на 13-е поколение, поэтому собрать сейчас за недорого хорошую базу на 12-м поколении с условной RTX 3060, а потом прыгнуть хоть на 13600 и RTX 4090 можно будет без проблем. Так что вопрос с актуальностью тут даже не стоит. Единственным слабым звеном тут выглядит DDR4. Да, сейчас к ней вопросов нет, ее официально поддерживают и решения 12-го и 13-го поколений, она стоит недорого, 16 гигабайт быстрый DDR4 3600 можно найти за 4000 рублей, но все еще у Intel уже год LGA 1700 поддерживает DDR5, а AMD вовсе выкатила AM5 без поддержки DDR4. Неужели через пару лет эта память сдуется? Как показывает история, нет, стандарты памяти развиваются медленно, и ту же DDR3 официально поддерживали аж 9 поколений процессоров Intel, и лишь LGA 1200 поставила здесь точку. С DDR4 ситуация аналогична, на данный момент разница даже с лучшей и дорогущей DDR5 6400 минимальна, и такая память редко дает в играх выигрыш более 5% FPS. А если учесть то, что мы говорим сейчас про пару сотен кадров в секунду, этим просто можно пренебречь. К тому же DDR5 буксует и стоит все еще вдвое, а то и втрое дороже хорошей DDR4 той же емкости, переплачивать за нее не стоит и вполне возможно, что и следующий сокет Intel поддержку DDR4 не потеряет. Но все еще если собирать на iM5, выхода нет. DDR5 и точка. Процессоры с платами под этот сокет стоят дорого. Так что возникает вполне ожидаемый вопрос, а стоит ли вообще рассматривать Ryzen 7000 на iM5 к покупке? Да, если вы думаете лет на десять вперед. Текущий отказ красных от DDR4, как и от DDR3 в случае с iM4, явно показал, что компания теперь нацелена на максимально долгую поддержку своих сокетов, поэтому из коробки предлагают лишь самые свежие стандарты, которые точно будут актуальны через пять лет. В случае с iM4 это сработало. На этой платформе вышло шесть поколений процессоров на четырех разных архитектурах, и многие из первопроходцев на Ryzen 3 1200 или Ryzen 5 1600 сейчас могут без проблем перейти на пятитысячную серию с бустом FPS временами вдвое, без всякой замены платы, просто обновив BIOS. И в этом ключе переплата за iM5 имеет смысл. Вполне возможно, что в будущем под этот сокет появятся и 32-ядерные процессоры с частотами в 6 ГГц и 50% приростом производительности за герц. И если Intel для таких монстров гарантированно потребует новый сокет, то вот в случае с AMD все скорее всего обойдется перепрошивкой BIOS. Разумеется, если изначально будет нормальная плата с качественным VRM, которая выдержит будущий апгрейд. Как видите, с выбором платформ проблем нет. И у AMD, и у Intel есть свои плюсы. Но вот с видеокартами все куда сложнее. Если раньше после выхода новых поколений старая достаточно быстро исчезала из продажи, то бум майнинга и дефицит все перевернули с ног на голову. NVIDIA продолжает выпускать GTX 16 на архитектуре трехлетней давности, а линейка RTX 30 даже не собирается уходить на покой. За пару месяцев она пополнилась тремя новыми картами. И причины тут понятны — сейчас карт предыдущих поколений завались, и они достаточно мощные, чтобы отлично тянуть современные игры, и будут делать это еще долго, особенно если вспомнить про DLSS и FSR. В итоге план Хуанга продавать плюс 50% производительности за плюс 50% цены с треском провалился, и RTX 40 уже можно найти дешевле официально снизившихся цен. Более того, если та же RTX 4090 играет мускулами в основном за счет того, что в ней на 50% больше вычислительных блоков, чем в 3090, у более простых карт Adalow Lace, судя по утечкам, с ядрами CUDA все хуже, вплоть до того, что у RTX 4060 Ti их будет меньше, чем у предшественницы. А значит, основной прирост производительности у младших моделей будет идти только за счет DLSS 3 и архитектурных улучшений, поэтому на деле ожидать серьезного буста, как в случае с переходом от RTX 20 к RTX 30 явно не стоит. Так что в случае с NVIDIA сейчас наилучший выбор — это покупка карт 30-й серии. Про худшие из них мы рассказали в одном из предыдущих роликов, про лучшие все проще — это RTX 3060 на 12 ГБ, 3070 и 3080. Все эти карты не имеют каких-либо проблем. Вышли пару лет назад, получили несколько аппаратных ревизий, в том числе с исправлением косяков, всплывших из-за майнинга, но и самое главное — это их производительность. Та же 3060 догоняет некогда флагмана от GTX 1080 Ti, но при этом и адекватно тянет трассировку и благодаря DLSS может выкручиваться в играх дольше. Что касается 3080, то она комфортно себя чувствует даже в 4К, а в 2К легко может замахнуться на сотню FPS с быстрым монитором. В случае с AMD ситуация еще интереснее. Судя по последним данным, компания настолько сильно спешила с выпуском новинок, что в релиз пошли неоттестированные до конца решения с инженерным GPU. В итоге у RX 7900 сильно пляшут частоты, а инженеры раскопали, что вычислительные блоки работают лишь на 80% своих возможностей. Кроме того, так и остались проблемы с трассировкой лучей. RX 6000 серии были первыми картами AMD с ее аппаратной поддержкой, и там не самую высокую производительность с RTX ON можно было простить. Но вот RX 7000 не особо лучше. Да, топ линейки в лице 7900 XTX в прыжке добрался до уровня 3090 Ti, но вот 4090 все еще лидирует с отрывом как минимум в 50%. Ну и под конец аналога DLSS 3 от AMD на данный момент все еще нет. Вот и получается, что на текущий момент 7000 линейка карты у AMD получилась сомнительной. Да, видеокарты с ней стоят дешевле, они продаются в Европе и США без наценок, но все еще складывается ощущение, что их делали в попыхах. Возможно, младшие представители будут идти уже на доработанных GPU и к тому времени AMD выкатит поддержку FSR 3 на тензорных ядрах, благо они появились в архитектуре RDNA 3. И тогда такие карты будут очередным топом за свои деньги. Ну а пока что имеет смысл присмотреться к предыдущей 6000 серии. Ей уже два года, каких-то аппаратных и собственных проблем давно нет, с производительностью все окей. Да, с трассировкой там все плохо, но AMD тут берет ценой, особенно в том сегменте, который никто не рассматривает как RTX ON. Например, ту же 6600XT можно найти за 22-24 тысячи, а ведь это прямой конкурент RTX 3060. Более старшие решения тоже стоят вкусно, например, ближе к 30 тысячам можно поискать 6700XT, которая местами догоняет RTX 3070. Ну и разумеется, нельзя не сказать пару слов о видеокартах Intel. Теперь уже можно точно сказать, что первый блин у компании вышел комом, и релиз на пару лет затянулся, и серьезные проблемы с драйверами, решали и продолжают решать уже после выхода, и с ценником не все так гладко. Как итог, сейчас такие карты мало кому интересны. Действительно хорошо, на них работают только игры с DirectX 12, с кучей проектов на 11 версии проблемы. Та же топовая ARC 770 стоит сравнимая с RTX 3060 Ti, хотя последняя вообще всем лучше. Так что это поколение синих карт можно смело пропускать, оно максимально тестовое. Но Intel это, видимо, устраивает. Компания сообщила, что от рынка GPU отказываться не будет. Так что ждем через пару лет обновленные ARC 2, возможно, они чем-то удивят. И под конец поговорим про горячие тренды этого года в обоих смыслах. Последние годы все сложнее оказывается поддерживать бешеный темп роста производительности. Инженеры просто не успевают создавать новые техпроцессы и прорывные архитектуры, о чем мы рассказывали в ролике о конце кремния. А так как маркетологи требуют красивых цифр на презентациях, инженерам ничего не остается, как наращивать бешеными темпами теплопакеты, чтобы выжимать из чипов все соки, ничего не оставляя оверклокером. Как итог, мы медленно привыкаем к тому, что 450 ваттная видеокарта и 250 ваттный процессор – это уже норма. И производители вместе с обзорщиками подталкивают нас к тому, что хочешь мощное железо – пора раскошелиться на водянку и блок питания на киловатт. Но на практике все куда адекватнее, особенно если мы рассматриваем только игровое применение. Здесь даже топовый i9-13900K редко уходит за 150 ватт, а чаще всего болтается ближе к сотне ватт. В случае с более простыми решениями цифры еще меньше. Например, народный шестиядерный Ryzen укладывается в 60-80 ватт. В рабочих задачах ситуация аналогична – нередко можно снизить частоты процессора на считанные пару сотен мегагерц, что позволит ощутимо снизить загнанное в потолок напряжение и тем самым выиграть и по тепловыделению, и по температурам. С видеокартами все ровно то же самое. Как показывают тесты, производители загоняют теплопакеты в облака, лишь чтобы выжать лишние 5% мощи. И если вы готовы получить не 200, а 195 фпс, у той же 40-90 легко можно скинуть сотню, а то и полторы сотни ватт при помощи андервольтинга. Это же касается и карт трехтысячной серии. Как итог, нередко даже топовые сборки с i7 или Ryzen 7 вместе со старшими RTX 30 или 40 легко можно заставить работать с качественными блоками питания на 650-750 ватт, с минимальными потерями по производительности, но ощутимым выигрышем по тепловыделению и температурам, а значит и по шуму. К тому же можно будет и на охлаждении сэкономить. Короче говоря, от андервольтинга в текущих реалиях одни плюсы. Разгон уже давно умер. В итоге 22-й получился максимально необычным. Благодаря дефициту, майнингу, концу кремния, граница между старым и новым стирается. Сейчас не получается, как раньше, найти неоспоримые плюсы за формально новыми платформами. Выигрыши, как обычно, простые пользователи. Сейчас, как никогда, выгодно собирать ПК, даже если учитывать хороший задел на будущее. Так что собирайте компьютеры с умом, и да прибудут с вами 8 ядер Лизы Су и дешевые RTX'ы. Надеюсь, 2023 год будет интересным. Интересным именно в техническом плане. Я хочу, чтобы в новом году нас с вами интересовало и волновало именно это. Хочу, чтобы политики поскорее завершили эту шахматную партию человеческими судьбами, и у всех было мирное небо над головой. От лица команды МК поздравляю вас с Новым годом. Лучшим вашим подарком будет подписка на канал. Там вот-вот будет уже 300 тысяч. И на нашу телегу, где мы ежедневно публикуем и обсуждаем короткие IT-новости. И ваши комментарии, которые я с удовольствием прочту за праздничным столом. Меня зовут Михаил Крошин. Спасибо, что были с нами в 2022 году. Сеанс связи окончил. Увидимся в 2023. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok